Более 70 человек в этом году получили травмы на Дальневосточной железной дороге. Два подростка погибли. Вопросы безопасности на ведомственных объектах обсудили сегодня представители транспортной прокуратуры и железной дороги. Форум был посвящен итогам года. Репортаж Натальи Приходько. Жители поселка Красная Речка, проживающие рядом с одноименной станцией, рискуют ежедневно, лезут под поезд. Переход есть, но он почти всегда перекрыт составами. Чтобы решить проблему, в РЖД предлагают ввести пиковые часы, освободить переход от составов в утреннее и вечернее время. Установить на этом участке виадук, как того хотели жители, невозможно из-за существующих нормативов. Такие сооружения строятся при интенсивности движения более 200 поездов в сутки. И прохода более 600 человек, я подчеркиваю, в час, в час, в среднем в сутки. Вопросы безопасности на объектах железнодорожного транспорта обсудили в Хабаровске в рамках четвертого открытого форума Дальневосточной транспортной прокуратуры. В этом году ведомство зафиксировало около тысячи нарушений. Более 300 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Выявляем нарушение, это неисправность подвижного состава, нарушение правил безопасности, необорудования переездов и переходов через бездорожные пути. С начала 2019 года на железной дороге пострадали 72 человека. На 20 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди травмированных пятеро несовершеннолетние, двое подростков погибли. По словам специалистов, трагические случаи происходят по вине самих пострадавших пешеходов и водителей машин. Переход железнодорожных путей в несанкционированных местах, переход по пешеходным переходам при приближении подвижного состава, использования наушников, капюшонов. Так в мае этого года под колесами поезда погиб хабаровчанин, который пересекал железнодорожные пути на Сигвее. Мужчина сделал ставку на скорость скутера, однако тот застрял прямо перед составом. Он его пытался вытащить скутером. И он не вышел. Участники форума отметили необходимость усилить профилактическую работу среди жителей. Самая необычная идея – запустить приложение для смартфонов, которое автоматически блокирует проигрывание музыки и видео в районе железнодорожных путей.